Давайте развернем наш флаг. Домашний матч проходил на стадионе в Крылацком. Поддержать любимых игроков решили и болельщики желто-синих. Для этого баскетбольный клуб «Химки» предоставил им автобус. Вооружившись фанатской атрибутикой, еще в дороге они активно обсуждали предстоящую встречу. Наша сборная должна проходить и Италию, и Швейцарию, и, конечно же, выходить дальше. Но поскольку сборная у нас достаточно молодая, новая, результат, как в первой игре, может быть непредсказуемый. Естественно, что обращать внимание буду на игру всех игроков. Но в первую очередь это те, которые сейчас в данный момент являются игроками «Химок». В первую очередь, конечно, Егор будет особо к себе привыковывать внимание, точно так же, как и бывший игрок «Химок» Тимофей Мозгов, нашего воспитанника, который сейчас играет в НБА. Гостеприимные «Химчане» взяли с собой пару итальянских болельщиков, которые, перепутав стадионы, приехали не в Крылацкое, а в «Химке». Под бурные овации болельщиков российская команда вступила в бой. А когда на паркет вышел Егор Вяльцев, вдвойне активизировался фан-сектор «Химчан». Первую половину встречи хорошо работала защита. Итальянцам с трудом удавалось поражать наше кольцо. Поддержать российскую сборную приехали и кимчане, 35 человек. Конечно же, они были за всех наших игроков, но основное внимание приковано к воспитаннику, БК «Химке» Тимофею Мозгову и вице-капитану Егору Вяльцеву. Об этом говорят вот такие плакаты. В концовке матча россияне потеряли концентрацию. Финальные минуты четверти растянулись в несколько таймаутов. Играя на тактических фалах, баскетболисты нашей сборной имели шанс вырваться вперед. Но при отставании в два очка последний бросок пролетел мимо. 63-65. Победа Италии. К слову, самым результативным игроком в составе российской команды стал Тимофей Мозгов, сделавший дабл-дабл 17 очков и 10 подборов. Несмотря на проигрыш, опускать голову рано, считают как в тренерском штабе, так и болельщики. Поскольку в последние годы была чехарда со сборной, плюс ряд ведущих игроков не смогли по состоянию здоровья приехать. Это все, конечно, повлияло на подготовку и на эти игры. По сути, у нас сборная обновилась больше, чем наполовину в течение этого года. И тренерский штаб, конечно, который еще не мог за такой короткий срод за сбору поставить задачу и наладить игру. Следующий матч наша команда проведет также в Крылатском. 20 августа против сборной Швейцарии. Екатерина Южина, Андрей Хомченко, Служба новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!